Великий пост в 2021 году у православных в России начался 15 марта. Пост – это главный в христианстве период воздержания. Он длится целых семь недель, во время которых верующему нельзя питаться с коронной пищей, а также воздерживаться от вредных привычек и различного рода увеселений. Цель поста – подготовка к Пасхе. Согласно вероучению, человек должен встретить главный праздник, совершив духовное самоочищение. Великий пост установлен еще с апостольских времен. Это самый первый пост, который известен православной церкви. Прежде чем выйти на свое служение народу, 40 дней постился в пустыне. Был искушаем. В ознаменовании этого Святая Церковь установила этот пост, который длится 40 дней. Великий пост и еще одна неделя – Страстная Седмица, когда мы вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа, его распятие, смерть и, в конце концов, Светлое Христово Воскресение. Этот пост строгий. Во время этого поста запрещается вкушение мяса, яиц и всякой животной пищи. Разрешается растительная пища, разрешается масло. В монастырях держат еще строже. У них масло разрешается только по воскресным дням. Этот пост нужен для того, чтобы мы, христиане, могли подготовить свою душу, свое сердце и встретить воскресшего Господа достойно, чтобы мы могли посмотреть в этот светлый праздник и быть готовыми с очищенным сердцем, с очищенной душой. Также в этот пост принято молиться о усопших наших сродниках. С каждую субботу со второй недели Великого Поста проходят панихиды, проходят службы заупокойные, чтобы и те люди, которые уже умерли, отошли ко Господу, тоже могли с нами встретить этот великий праздник. На этот пост всегда приходится праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот светлый день для верующих делается послабление, разрешается вкушение рыбы. Также один из великих праздников – это Вербное Воскресение, когда Господь входил в Иерусалим, и все с радостью кричали Ему «Осанна Вышних, благословен гряды и во имя Господне!». И вот уже буквально на следующий день с понедельника начинается Страстная Седмица, и те, которые только вчера кричали «Осанна», на завтра уже через день будут кричать «Возьми, возьми, распни его!». Желаю, чтобы за время Великого Поста мы с вами все подготовились духовно, душевно, телесно, чтобы мы вошли в следующий год после Паски готовы не только ко Второму пришествию Христу, но и если надо будет встретиться с Господом, то и каждый из нас подготовился как можно лучше к этому.